Ученики 10-х классов вполне могли бы пока не задумываться о будущей профессии, ведь до поступления в ВУЗы у них еще целый год. Но эти ребята уже сделали свой выбор – работать на благо Гачинского района. Встреча с Еленой Любушкиной, человеком, чья профессиональная биография может послужить хорошим примером, прошла в неформальной обстановке. Глава районной администрации рассказала, как начинала свой путь в администрации поселения, работала бухгалтером. Теоретические знания и практический опыт позволили ей занять, пожалуй, один из самых ответственных постов в системе местного самоуправления. Вы должны понимать, что в управлении нужно иметь профильное образование. Сейчас это будет главным требованием при работе в государственной муниципальной службе. То есть профильное образование по административному управлению, не просто я экономист. Подростков интересовало, какие именно специалисты нужны администрациям района и поселений. Оказалось, спектр довольно широкий, от экономистов и финансистов до геодезистов и работников культурной сферы. Причем самые активные подростки уже делают первые шаги на пути к должности чиновника, работают в молодежном совете. У нас действительно очень тесно сотрудничество с администрацией. Мы, грубо говоря, задействованы во всех сферах. Это благоустройство и проведение культурных мероприятий, и даже какие-то образовательные. Вот у нас в сентябре, где-то ближе к осени, написали проект, будем открывать молодежный центр. Елена Викторовна такую инициативу поддержала, добавив, что некоторые школьники получают от района администрации направление на обучение. Правда, сейчас такой льготой могут воспользоваться только два человека в год, да и перечень специальностей весьма ограничен. Зато есть шансы, что после получения диплома студентов будет ждать рабочее место. Причем основным критерием при трудоустройстве будут не оценки, а активная жизненная позиция. Я призываю вас к тому, чтобы вы были смелее в этом отношении. Понимаете, пришли времена, когда уже не вас ищут, а вы должны о себе заявлять. Вы должны говорить, что я хочу и могу. Может быть, даже иногда и завышая там свои возможности. Вот эта вот ваша смелость, ваша уверенность, это уже большой плюс тому, что на вас обратят внимание. Сейчас районная администрация предпринимает все усилия, чтобы решить одну из главных своих проблем – нехватку квалифицированных кадров. По мнению Елены Любушкиной, подростки должны иметь четкое представление об обязанностях чиновника и помнить, что это работа на благо людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!